Всем добрый день! Вы на канале Выпечка и Кулинария. Сегодня я готовлю овсяное печенье. Для его приготовления мне понадобится овсяные хлопья 70 грамм и перетёртые овсяные хлопья тоже 70 грамм. Вы можете их не перетирать, но тогда в рецепте больше понадобится обычной пшеничной муки высшего сорта. Хлопья у меня быстрого приготовления. Я не пробовала готовить на тех хлопьях, которые варятся. Может быть печенье будет немножко грубее. Беру вот такие хлопья. Они, смотрите, некрупные, мелкие. Перетёрла я их через кофемолку. Получается вот такая вот почти мука крупного помола. То есть, можете заменить на 140 грамм хлопьев. Только имейте в виду, что больше пойдёт немножечко пшеничной муки. Стакан сахара 200 грамм. 70 грамм перекрученного изюма. Через мясорубку я его перекрутила. 200 грамм беру я сегодня маргарин. Если вы берёте масло, вам понадобится немножечко больше соли. Ванилин чистый. 2 яйца. 1 треть чайной ложечки соли. Разрыхлитель для теста. И мука. Так как тесто готовится очень быстро, я уже включила духовку на разогрев на 180 градусов. Итак, приступим. Берём размягчённый маргарин или сливочное масло. Добавляем сюда сахар. И немножечко перетираем. Всё это можно сделать вручную, без миксера. Всё это быстрее сделать рукой. И маргарин немножечко разогреется, размягчится. И быстрее всё это перемешается. Добавляем сюда изюм перетёртый. Вернее, перекрученный. Но вы можете изюм перебить блендером или же мелко-мелко нарубить ножом. Как вам уже будет удобно. Также изюм можно заменить каким-нибудь вареньем, допустим, яблочным. Только чтобы оно было не очень жидкое. Всё это перемешиваем в однородную массу. Теперь добавляю сюда соль, яйца. И всё это опять перетираю. Всё-таки изюм добавляет какой-то такой, знаете, своеобразный вкус овсяному печенью. Мне вот больше всего нравится с изюмом. Попробуйте, я думаю, что вам тоже понравится. Так, перетираем в однородную массу. И будем добавлять сухие ингредиенты. Вот такая получается масса. Яйцо полностью размешалось. Добавляю сюда перетёртые хлопья и целые. И опять всё вымешиваем. И уже после того, как будет масса однородная, уже тогда будем смотреть, сколько понадобится муки. Тесто должно быть такой консистенции, чтобы можно было скачать шарик. Не очень твёрдое, ну, чтобы и не липло к рукам. Тесто получается вот такое вот мягкое, очень мягкое, липкое. Добавляю сюда стакан муки. Стакан ёмкостью 250 мл. Если его уплотнить, муку получится 150 грамм. Если не уплотнять, 140. Высыпаю муку. Высыпаю муку чайную ложечку разрыхлителя, полную с горочкой. Хорошо перемешиваю разрыхлитель с мукой. И просеиваю. И также добавляю ванилин. У меня чистый ванилин. Беру немножко. Если вы берёте ванильный сахар, добавьте пакетик или два вместе с обычным сахаром, чтобы его перетереть. Теперь буду вымешивать и смотреть на консистенцию теста. Вот именно с первым стаканом муки нужно ввести и ванилин, и разрыхлитель. А потом уже добавлять одну муку. Муки нужно ещё добавить, потому что видите, какое тесто. Очень мягкое, размазывается. Добавляю ещё стакан муки. Не помню имя. Кто-то меня в комментариях поправил, что я или оговорилась, или ошиблась. Стакан ёмкостью 200 мл. Нет, я не оговорилась. Я знаю, что есть, вернее, раньше были точно стаканы ёмкостью 200 мл. Они немножко ниже этих. А этот стакан, у меня именно все стаканы, ёмкостью 250 мл. Я специально после комментария, думаю, ну не может быть, пошла, взяла вот такой мерный стаканчик. Здесь на жидкости есть деление 250 мл. Налила точно по делению, перелила в стакан, и как раз поверх стакана, полный-полный стаканчик, это 250 мл. Так, теперь буду замешивать руками. Это будет гораздо удобнее, и я почувствую консистенцию теста. Ну вот уже тесто похоже на то, что должно быть. И не твёрдое. Сейчас вымешу, посмотрим. Ещё полстаканчика муки. Но здесь уже с мукой нужно быть осторожным. Смотрите на консистенцию, чтобы не очень липло к рукам. Ну, чтобы и тесто было не забитым. Овсяное печенье, оно вообще, вы знаете, можно сюда в тесто добавлять и орешки. Вместо ванилина можно добавить корицу. Разнообразят его кто как хочет. Нужно придерживаться только самых основных составляющих этого рецепта. это яйца, масло или маргарин, сахар. И тогда получится вкусное печенье. Ну вот единственное, что мне больше всего, мне кажется, лучше бы не заменить, это изюм. Теперь хорошее тесто, видите, такое и мягкое, но и уже к рукам не липнет. Тесто это раскатывать не надо, его поделить на кусочки, сделать шарики. Видите, как просто все и замешивается просто без всяких электроприборов. И, кто не очень дружит с тестом, раскатывать его, здесь вообще все очень просто. Вот такое должно быть тесто. Оно мягкое, оно немножечко липнет к рукам, но можно с ним работать. Немножечко припудрить его мукой для удобства. И все. Чтобы тесто поделить на равные кусочки, я его сейчас на столе раскатаю в жгутик. Смотрите, муки я взяла совсем немножечко. Дело в том, что температура выпечки 180, но вы придерживайтесь к своей духовочке, присматривайтесь, как она у вас печет, а вот время выпечки зависит от того, какого размера у вас печенье. Если вы сделаете печенье поменьше, значит и соответственно испечется оно быстрее. Я его не буду делать очень маленьким. И, конечно, если оно будет одинаковое, оно одинаково и пропечется. Не будет такого, что одно сырое, а одно горит. теперь качаю такие вот шарики, видите, без муки, без ничего и выкладываю на листик, который застелила пергаментной бумагой. как раз на один листик у меня поместилась половина теста. Вот так вот я разложила. Придавливать шарики я не буду. Духовочка у меня нагрета. Буду выпекать. Печенье испеклось у меня за 20 минут. Смотрите, вот такая выпечка получается. Оно даже немножечко похоже на магазины по своей форме. Если вы хотите печенье более плоское, значит, его можно перед выпечкой немножечко придавить. Печенье получается очень вкусное. Оно в меру сладкое, не приторное. в меру хрустящее и в меру мягкое. Сверху хрустящее, в середине мягкое. Изюм добавляет свою изюминку. Сейчас покажу, какое оно внутри. Вот такое вот печенье. Мне очень нравится такой рецепт. Попробуйте, приготовьте. Можете добавить корицу, тогда печенье будет больше похожи на магазины. Можете добавить орешки, мне кажется, орех любую выпечку делает более вкусной. Хотите, попробуйте именно такой рецепт. Готовьте, радуйте своих близких. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока, всем удачи! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!